всем привет все кто меня видит большой большой привет всем моим зрителям и подписчикам я начинаю своему банк в общем как и обещала макароны по-флотски макароны ну тут зеленуха немножко это приправа и вот будем пить такой морс я короче из черники у которого свежемороженная черника делают сахаром типа варенье вот его развела водой вы знаете надо варить у меня закончилась я давно уже говорил что закончился кажется после этого еще нашла банку сиропа пол-литровую и вот уже в этот в эту субботу после сауны окончательно выпили сироп надо варить такая вот я лентяйка надо сварить сварить сироп а то без моего мишель то вкусная черничный черничная как мозг он вкусный но не такой терпи кислый как и смородины из красной смородины вкуснее надо было мне сюда немножко добавить этой у меня там варенье оставалось а мы покупали готовое варенье это из брусники для кислоты но ничего все равно вкусно сразу девочки вермишель готовила возьму сковородку масло налила растительное я рапсовое покупаю покупаю последнее время рапсовое масло сковородку немножко налила масло как немножко масло сика нагрелось а вообще чтобы запаха масла такого не было надо маслом прокаливать но поскольку я прокаливать не прокаливаю потому что это и дым пойдет печка все-таки там в холле ну и вредно для здоровья живота прокалка я лук бросаю сразу ну вот масло нагреется так уже так хорошо теплая туда лук бросаю что вот этот запах масло это вы бросила морковки потом чуть позже ну буквально на пол минутки позже после лука морковку когда у меня после морковки уже у меня перец болгарский оставался два я их нарезал но тоже лучше бы зеленый но нет уже такой цветной перчик не вот но хотя болгарский перчик можно было сразу бросить вместе с морковкой практически но я чуть попозже потому что попозже вообще его увидела холодильник я когда жарила баклажаны два перчика оставляла отдельно думаю это слишком много поэтому забыла про него вспомнила и положила туда все хорошо протушилась но стараюсь не не на сильном огне чтобы прям не зажаривалась так ну потом добавляю фарш фарш тоже жду когда хорошо прожарится весь вот так как бы слипается фарш и я жду когда вот так вот весь рассыпется прожарится хорошо потом вермишель добавляю здесь я добавила где-то грамм 250 вермишель у меня пачка 400 граммовая где-то половину чуть больше половины ну так 250 добавила залила водой ну а что вот вермишель буквально на пол сантиметра покрылась вода не даже на пол сантиметра много даже вот буквально миллиметра на три закрыла водой накрываю чтобы она закипела как бы все как закипела хорошо я открываю чтобы выпаривалась вода как бы все вермишель когда почти до готовности доходит где-то если по времени минут через семь минут через я начинаю специи добавлять но свои специи хоть кому что нравится я добавила черный красный перец красный имеется ввиду паприку паприку черный перец кориандр и куркуму то кажется добавляю все и потом уже смотрю открыто у меня смотрю уже воды нету пробую вермишель если она сготовилась все а потом уже чеснок чеснок мешаю и убираю с огня муж пришел я ему дала вермишель с такой радостью он так ему нравится я редко это не трогаю я то не очень люблю ему нравится хочу сказать я капусту тушила вот последний бургас наверно кажется у нас и первый день так было вкусно так хорошо ели а вот на второй день стали кушать эту капусту много потушила на два дня как бы вы знаете она такая сладкая запарилась даже еще такой вот если зимняя капуста нам она вообще вот как сладкая на второй первый раз как-то нормально со свежими специями на не чувствовала вкусно было второй день я прямо не могла кушать так что такую зимнюю капусту которая потом становится как ватная не готовьте или если готовить только на один раз чтобы вот ее как готовилась кушать на второй день перележит дать что там получается на становится очень невозможно сладко я закидала вас роликами по дому сделала сегодня он распользовалась тоже моментом что муж ушел быстро по дому сделала но немножко с усами не то самое у него всегда телевизор так громко идет это вот он сейчас ради мукбанга тише делает я его прошу постоянно вот музыка звук давайте я по комментариям немножко отмечу моих новеньких новый вот этот раз галина емельянова украина у меня первый учитель но не первая а вот в узкомногорске когда я училась уже где-то шестых седьмых классов у меня учительница была вера емельянова вера степановна однофамильцы емельянова вера степановна в узкомногорске я училась в двадцать восьмой школе она жила где-то в районе 45 аптеке лишь чтобы к ней даже на дом ходили у нее дочь я была я уже забыла ее имя но она училась музыкальной школе помню нам еще на пианино играла ой такую музыку сыграла наших девчонок некоторых прямо на слезы пробило как это мелодия знаете хорошая мелодия очень вот вот я как прочитать ну суапуак или так ну с я если как по-фински читать буква и читается как мягкий знак тогда получается ну с я по ок потому что п это буква по нашему эра по-фински получается по латинице п буква новые подписчики потом томуся л ирина цой мира youtube вот у меня на них пришло извещение на под новых подписчиков спасибо вам всем большое за подписку будем вместе дай бог чтобы вы остались на моем канале чтобы вам понравилось а то бывает так что человек приходит и уходит там это ну всякое конечно бывает кому-то понравилось кому-то нет это право каждого человека конечно я раньше эту вермишель как готовила я раньше ее пусть и так же но вермишель отваривала отдельно и потом добавляла к мясу там и куда потом поняла что куда вкуснее когда вермишель добавляешь и потом воды наливаешь и он вместе готовится по комментариям немножко придется он девочки ну спасибо такие комментарии теплые хорошие пожеланиями мне моему мужу зинаида не и лачи королева тоже люк стя им любит да лук стя им плюс наверно конечно поби море волк серый волк серый любит банги мои меня любит спасибо всем большое татьяна шарапова шарапова как телеведущая на первом канале было шарапова а со мной школе училась татьяна шарапина шарапина одна буква изменена приятный голос спасибо потом елена калитова елена калитова всех приветствует всех на канале и меня и все кто на канале ирина цуй ирина кораблёва поздравляю с рождеством ирина тебя тоже ну я поздравляла уже всех спасибо вот так же знаете вот марина п ну естественно она слова хорошие это и пишет что смотрит смотрела много корейских мукбангов и нравится и завидует разнообразию пищи ну марина п если вот знаете если смотреть конечно вот эти вот корейские мукбанги да я согласна у них там действительно но у них возможности такие да там у них посмотрите они миллионы у них миллионы подписчиков наверно у меня такого разнообразия нет это вы внимательнее посмотрите все что у меня есть это вы спокойно можете так же сделать так же сделать ну только если зелени мне кажется у вас зелень тоже должны продавать да в магазинах зимой наверное в россии и казахстане везде зелень продают без проблем это огурца спасибо за добрые слова не завидуйте вы все так же можете сделать ну кроме конечно если южнокорейский мукбанги не смотреть как там готовят там действительно они классно готовят ммм 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 такие лесные слова но у меня далеко до настоящего блогера здесь чего-то вот написала еще до не не забрала не это сама сокращенно писала непонятно так светлана ким светлана ким пишет что стол корейский у меня был тот ну банк муж и сын тоже любят по вину до корейцы все любят дети мы тоже были детьми помню тоже как поверьте помимо ли любили это было что-то клиппер аппетитно и вкусно так самуся л финляндии есть корейские и китайские магазины да и дитя есть еще ну да я согласна просто у нас вот я живу маленьком городе поэтому у нас вот только это не в нашем городе в соседнем городе в приморском там есть вот этот бурмалаевский магазин у нас нету таких вот бывает вот я как-то в фейбуке спрашивала где можно финляндии семечки купить нормально даже семечек хочу люблю семечки желкать они лет в арабском магазине а у нас арабского магазина нету тоже нина ефремова нина ефремова пишет про наших мужиков дураки да что упустили такое но вот что поделаешь у нас но что проблема то проблема видимо у нас намного больше женщин что в россии что в казахстане что но с этим вопросом сложно согласна но может быть они и рады еще что потому что со мной не просто жить я люблю порядок люблю вот тут не то что я люблю чтобы вот все четко было что вот так и все же такие вот про баклажаны не напишите что без горечи но баклажаны без горечи да и но это хорошо но все равно баклажаны еще для чего солят летние баклажаны солят и отжимают это соли для того чтобы когда и жарить они не развалились больше даже для этого потому что баклажаны они же как ну как и любое растение это она имеет свойство же это во время термической обработки таким становится мягким ватным баклажаны еще и с этой целью просаливают а потом ну вот если они у вас не горькие да их можно просто посолить тогда нормально не пересолить и потом просто отжать и бросать еще причина в том чтобы отжимать хоть и не горькая но вот отжимать их и они как-то тогда структура становится тверже тогда они не развалится когда будешь жарить не 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 появление это самое вы пишете что рить с водой невкусно но это знаете но я же говорю на любителя мы вот так любим это знаете вот и если вы хотите понять да это надо сначала понять вкус вот вы не на пожарьте просто картошку вы даже картошку с мясом пожарьте или даже без мяса и вот попробуйте покушать вот рис с водой и с картошкой кстати это тоже очень вкусно мы в добрые времена очень у нас выручало вот это картошки нажарим так как вот ну тяжело с деньгами было когда это и все времена в ранней когда мы в детстве я помню а вот рис сваришь и картошку жарим знаете как вкусно или с водой и картошку жарим ну конечно вот спасибо что это дома чисто уютно говорить это уже наверное обзор дома я делала вы уже поэтому ирина цуй тоже нравится по бимури по бимури с соей оси я кенджин бетова спасибо за прогулку в магазин вот такую хочет тоже вилку ложку ну что я могу сказать вам оси я вот если хотите приезжайте ко мне пойдем вместе в магазин и купим такую вилку ложку только так да вот если бы в магазин наш пришла сразу пошла в отдел для животных да мало того что вот этот отдельный бутик да там внутри декор там сзади ряды я не прошла там игрушки тоже есть ну короче там почти в каждом магазине вот для собак очень большой выбор там вот целые ряды прямо именно с собачьим питанием ну собачьим кошачьим для животных тамара ким ждем убан с макаронами вот дождались и ну только глухого для помню да вы писали что у вас в карелии квартира живете в доме под москвой войну что 60 квадрат это да да очень большой дом не представляют одному в таком доме жить большой дом большой даже если 100 120 квадратов дом очень большой на 160 это вообще да еще одна хочу слова заведите себе кого-нибудь вот мария м впечатляет изобилие продуктов да изобилие продуктов вообще это я же вообще вам чуть-чуть показала дань но просто возможности не было продукта лана ли она говорит акцент надо было делать на цены не просто на ассортимент ну это ладно знаете вот когда вот приходишь такой магазин вот честно говоря даже не знаешь если бы я еще акцент на цены делала до этого очень долго было потом но собственно вам цены эти там как бы жизни разные же где-то рублей где-то тенге в казахстане а здесь и евро и курс разные там ну я так маленько цены сказала ну да просто если бы вы знали цены она вам вот чё ну ну просто невозможно какой-нибудь маленький чтобы магазин а тут нету маленьких магазинов ведь вот такой вот магазин огроменный если в сети маркете есть в этом кого по кескусе есть эти маркет он тоже большой тоже там все и одежда и техникой смысле вот эти всякие тяжело обзор делать но если чисто по продуктам можно было бы но это надо отдельно делать обзор по продуктам ирина кораблёва поздравляю с рождеством спасибо ирина это все у нас по комментам не вот немножко тут вопросы и да походу уже мое перемещение встыло но все равно вкусно надо хоть огурец но боюсь закашливать нос будет бить вкусно лучок со своей приправой как будто стень вкусно это на так кушать вот это привал приправа один в один как чай суп варить она не дает того вкуса вопрос и светлана терентьева какая температура дома это спрашивает какая температура дома и на вид дом как летний домик ну да у нас в астане дом стены 60 конечно а здесь стена максимум 20 если не тоньше потому что доска доска в середине утеплитель все это вот финские домики как щитовые были у нас вот некоторые строили когда они да у них это но он не летний это такое ощущение представляете он как тепло держит он вот этот утеплитель видать такой хороший да мы вот видите вот вот такая вот доска снаружи и внутри такая же доска идет между ними утеплитель где-то тот такой толщины утеплитель доска доска ну и внутри отделываешь ну вот эти вот панели наверное но я скажу тепло это сама держит потому что вот мы когда зимой топим камин и сам кабин тепло держит но мы его зимой не каждый день даже топим вот вы попробуйте зимой у нас да вот в казахстане хоть и стены 60 до хоть один день не затопить там каждый день каждый день каждый день топим сейчас мы камин не топим из-за того что вот эту печку топим поэтому мы это в доме у нас вот той комнате тепло я даже не знаю сколько градусов но здесь кухни вот я перед этим смотрела 19 и 7 было вот из-за того что мы камин не топим у нас так сильно не прогревается здесь вот прохладно по ногам прохладно ну представляете вот эту вот печечку вы же видели эту железную топим ее принципе как бы для еды и в то же время для того чтобы было вот огнем тепло а в спальне теплее потому что туда дверь постоянно закрыта и стена все равно нагревается и в спальне получаться теплее нам спать вполне нормально комфортно а здесь вот так вот я поэтому всегда тепло одеваюсь я не могу вот кофту одеть которую вот мне сестренка подарила я же вот один раз ее показывала потому что в ней ней когда вот так вот сильно открыто в ней мне просто холодно будет я поэтому всегда тепло одеваюсь такой жары у нас нет вот 19 и 7 ну и тем более еще возраст была бы молодая может быть одевалась так но нам нормально нам хватает этой температуры нам наоборот хорошо не жара а вот утром просыпаемся мы вот сюда выходим у нас градусник показывает когда 14 градусов иногда бывает даже 10 градусов когда вот когда морозы иногда бывает и 12 15 редко когда там 17 но температура такая не можно сказать для для дома холодная но мы быстро затапливаем печку нам же кашу утром варить надо и все а когда холодно и горячее что-то все равно как-то ощущение тепла до такая вот у нас температура вот поэтому я всегда тепло одеваюсь а дом дом сам по себе да вот хоть он и такой тоненький да стены тонкий получше наших домов тепло держит там видать утеплитель очень качественно атаку всех здесь такие дома у всех в основном такие вот дерево крашеная но у некоторых есть там облицованные какие-нибудь там типа как кирпичом это может какой-нибудь специальный камень или что в основном дома такие в основном красные желтые попадаются голубые синие разное проживку ложку я уже сказала так что тут у меня тамара а это я кенджи кенджин бетова говорила и тут тамара кин спрашивает какая моя вилка из дерева мне это вилка ложка из видать пластмасс но он эко такой коричневый идет у них эко потому что у меня вот там висит доска это разделочная я ее когда покупала там прямо написано эко если какой-то экологические этого делают материалы поэтому на 5 евро так то вот эти вот ложки вилки пластмассовые там чуть не целая пачка штук 20 до 3 евро может там туда-сюда и а это вот одна 5 евро не из дерева из пластика но это посуда бы я вчера показывала это там где стеллаж где все для походов для это там вот эти вилки ложки продают миропак что-то с микрофоном вот я не знаю что с микрофоном но микрофон это вообще такие вещи да он может работать может нет может хорошо может плохо потому что у нас вот одна женщина так записывал так вообще микрофон у нее это она весь мукбанк испортила мукбанк сделала не прослушала и загрузила а я включила смотреть вообще разговора не слышно только крикчит крикчит микрофон может что-то не идеально работает на ирина цой рецепции финской кухни у финнов вообще такого ничего нету ну и потом я ее так особо не готовишь рецепты не знаю вот эти всякие овощи там которые вот и я тоже обзор когда делала по магазину показывала да как они делаются но это можно если при желании узнать но она не очень вкусная и они это самый поэтому а вот лохи кейту у меня есть даже мукбанк где-то лохи кейта вот рецепт на вот этот суп с рыбой вот ну или вот эти вот макароны да они живут любят они только их делать любят в этом как его в лоточке и потом вот так же в принципе все делают потом заливает сливками и ставят духовку макароны они тогда до полу готовности до полностью не это сама но и вот они любят все такое там у них маку маку макарони блаттику макарони вальтику а не как то все вот делает вот какой-то коробу как лодзека это коробочка или что-то и туда кладут и вот с сливками и заливает и в духовку так же вот я печень печенку покупала тогда же Мукбан делала, вот рассказывала. Вот тоже вот эту вот печень, они, видать, ее что-то слегка обжаривают, да, и она, видать, с какой-то крупой была. Боюсь не ошибиться, но может быть с рисом. Рис тоже это самое, немножко варят, потом вот это все смешивают на лоток, заливают сливками и в духовку. Вот у них, они любят такое готовить. И подлив часто делают. Ну, как и у нас же, подливы же иногда мы делаем, что там мясо, воды побольше, но чтобы вода, ну, подлив был такой, немножко густой, они, ну, разводят его мукой. Так же, как и мы раньше в советских столовых делали. Муку это самое разведут или прям туда бросают и мешают, чтобы подлив такой густой стал. Вот, они любят вот это мясо вот так сделать с густым подливом, да, и, например, картофельное пюре и вот этим подливом залить, вот такое любят кушать, финны. Потом любят это, картошку я смотрела кубиками и колбасу кубиками. Ну, это как получается, как картошка жареная с колбасой, все сделано кубиками. Но они туда, они что-то, вот, я как-то несколько раз пробовала, она была сильно соленая, мне не понравилось соленая. Видимо, они не учли, что колбаса соленая или что. Ну, так оно как бы жареное, и слегка все равно, наверное, воду добавляют, чтобы оно как бы сварилось, потому что ее так не пожаришь, такой вот объем. Вот это их основные блюда. Они вот так, как оно называется, даже не знаю, картошка с колбасой, вот это им, вот этот подлив, макарона латико, потом макса латико это из печени делают, вот лохи кейто. Таким же образом, как лохи кейто, они делают и лихо кейто из мяса. Мясо могут же вот так же, как рыбу, только так же со сливками, но там, правда, мясо надо, вперед, наверное, долго-долго-долго варить. Мясо варить долго-долго, потом уже добавлять все остальное. Но самое главное, чтобы воды было мало. Им надо, чтобы лохи кейто, оно такое вот густое прямо, потому что воды-то там чуть-чуть набираешь над картошкой, чуть-чуть воды, потом уже рыбу, потом уже сливки и в конце укроп. Вот такие рецепты. Больше особенно, но они это самое. Ну, в принципе, все, я вроде бы ответила. Сейчас, подожди. Вот кто-то мне... Вот кто-то мне... Вот все-таки, знаете, память, да? Кто у нас из Питера? Ну, в общем, по тому, что я делала обзор по магазину, сказали, да, что это большой магазин, впечатляет. Ну, похоже, как в Питере, только это самое. Ну, порядка больше. Ой, я извиняюсь, я вот кого-то не назвала. А, вот, кажется, Марина П. Да? Или нет? А, Светлана Терентьева. А, да, Светлана Терентьева, вы же пишите, да, что похоже, как в Пите, типа, как на питерский магазин. Да, оно, возможно, похоже, но вот только это самое. Только единственное, я хочу подчеркнуть, что у нас, Питер-то у вас там сколько, 6-7-8 миллионов, да, людей. У нас-то город 22 тысячи всего населения, 22,6, что ли. Так что вот учтите, что город маленький и такой магазин. Вот тут, что пойдешь, это призма, как здесь будет такая, так и в Хельсинге она будет такая. Я имею в виду, насколько, у нас вот, например, в Казахстане, если пойдешь, в Уштобе, такой, у Штобе, хотя там 50 тысяч уже населения, такой магазин не увидишь. Здесь вот именно, ну, единственное, что у нас нет таких отдельных особенных магазинов, каких-то, арабских там, или каких-нибудь, да, а так вот, если вот у нас основной магазин продуктовый, я когда вот приехала из Казахстана, я тоже не понимала, у нас же тоже вот супермаркеты большие и всего Вала вроде, да, вот, раньше Гросс был, потом, ой, я уже даже названия не помню, но супермаркеты есть. Я сюда приходила, даже у меня вначале тоже было, ой, да у нас лучше, да у нас не хуже, у нас столько же, да, но когда уже начинаешь это по продуктам, да, вот уже как, немножко вот понимать, входить, здесь разнообразие продукции намного больше и намного все четче, и вот как это объяснить, да, это, ну, Питер-то, конечно, это миллионник город, это большой город, его не совнить по размерам с этим городом, но здесь вот в магазинах такое вот очень хорошее снабжение, и знаете, как удобно, столько много разнообразия полуфабрикатов, вам иногда даже вот в голову думать не надо, вот пришли домой, да, взяли вот эту заморозку, купили, где есть картошка, все-все-все, все к супу, да, воду поставили, но там, даже мясо можно такое купить, есть мясо, нарезанное мелко-мелко, вот так в пачке, да, забросил, пять минут, пять-десять минут, там мясо готово, и сбросил туда вот эти овощи, и все, суп готовый, очень удобно, очень возможности для ведения хозяйства, хорошие, но не буду хвалить, у нас все равно лучше, и вкуснее, здесь вот это, мне кажется, наши продукты вкуснее, я, по-первых, все это чувствовал, сейчас уже привыкла, особо так не ощущаю, вот когда в Казахстан приеду, я наслаждаюсь там, особенно молоко и кефир, кефир там, но мы вот в этот раз летом были, мы не сколько кефир, сколько покупали ряженку постоянно, какой вкус, этим, конечно, наши края, здесь такого нет, здесь разнообразие, все, но вкуса такого нету, все это по телефону разговаривает, я наелась, буду заканчивать свой мубант, было все очень вкусно, напиток мне тоже понравился такой, так что, может быть, еще, завтра не сварю сироп, буду такой напиток себе делать, еще раз всем своим подписчикам говорю, большое спасибо за ваши хорошие, добрые комментарии, отзывы, я очень рада, всех-всех буду обязательно читать, отвечать на ваши вопросы, кого что интересует, спрашивайте, я по мере своих возможностей, все отвечу, и это самое, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто случайно заглянул сюда, будем дружить, и до следующих бубангов, рада была встрече, пока-пока, всем желаю здоровья и успехов.